Врачи, работающие в красной зоне, это те, кто излечивает пациентов от ковида-19, не жалея своих времени и сил. Медицинский персонал инфекционного отделения Красноармейской ЦРБ находится на передовой борьбы с инфекцией с самых первых дней пандемии. Надо ли говорить, что от их работы впрямую зависят жизнь и здоровье сотен людей. Они работают с большим напряжением, осознавая высокую ответственность. Мы расширили свой коечный фонд с 7 апреля 2020 года с 96 коек до 310. Потребность в инфекционных коеках сейчас крайне высокая. Коечный фонд наш заполнен на сегодняшнее утро на 100%. На лечении находится 310 пациентов. Обслуживаем мы территорию шести муниципальных образований. Красноармейский, Славянский район, Калининский, Брюховецкий, Денской и Тимашевский район. Это все наша зона обслуживания. Кроме того, мы принимаем пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острыми инфарктами миокарда с других территорий. То есть на данный момент у нас проходит лечение пациентов из 12 муниципальных образований, в том числе город Краснодар. Пациенты у нас поступают в средне тяжелом и тяжелом состоянии. Госпитализируем мы пациентов с площадью поражения легочной ткани от 25%. Либо с инфарктными инсультами, вне зависимости от площади поражения, при наличии температуры. Депутат законодательного собрания Кубани Жанна Беловол и коллектив закрытого акционерного общества Славпром поздравили медиков инфекционного отделения Красноармейской центральной районной больницы с наступающими праздниками и поблагодарили их за сохранение жизни и здоровья людей. Мы сегодня хотим просто хоть чуть-чуть вам сделать маленький подарок. Мы назвали эту елку «Елка благодарных сердец». Ну, как символ того, как вы медики, белые, чистые, да, все делаете с чистыми руками, с чистой душой. А вот здесь вот это, наверное, должно быть больше. И елка должна это, не знаю, до небес быть. Сколько вы сегодня душ, сердец вы сегодня спасли. Здесь наши пожелания. Наш коллега тоже лежал у вас в больнице. Спасибо вам огромное. Мы хотим вам от всего нашего коллектива, от себя лично, вот вручить вот это вот в наши сердца. Пусть они хоть немножечко украшают вашу жизнь и дают вам возможность понимать, что мы вас благодарим все. Пусть они вам придадут сил. Медикам подарили красивую, необычную белоснежную елку, которая олицетворяет чистоту белых халатов врачей, спасающих людей. Красные сердца на елке с надписями на них. Спасибо за жизнь. Вы наши ангелы. Благодарим за труд. Низкий поклон. Возвращайтесь скорее домой. Это пожелания и слова благодарности от работников Славпрома и членов их семей. Медперсоналу передали также более 200 подарков к Новому году. От имени медицинских работников депутата законодательного собрания за теплые слова и новогодние поздравления поблагодарил заместитель главного врача Красноармейской ЦРБ. Вот такие позитивные моменты, когда случаются, конечно же, медики очень благодарны за них. Мы обязательно все подарки передадим сотрудникам, которые сейчас принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Я уверен, что именно благодаря этой сплоченности, благодаря вот этим всем усилиям, которые прилагают население, актив, депутатский корпус, администрация, административных образований, она, конечно же, найдет отклики в сердцах медиков. Конечно же, им это поможет. Я уверен, что с дополнительными силами мы будем бороться с этой напастью. Затем Андрей Бобров передал подарки с наилучшими новогодними пожеланиями медработникам, работающим в красной зоне. Им было очень приятно это внимание. Также в этот день Жанна Беловол поздравила медицинский персонал Славянской Центральной районной больницы с наступающим Новым годом и сердечно их поблагодарила за самоотверженный и очень нужный всем труд. Я хочу просто выразить огромные слова благодарности от своего имени, от всех депутатов законодательного собрания Краснодарского края и от губернатора Краснодарского края. Я считаю всех жителей сегодня в вашем лице, всем докторам, всем людям, которые сегодня сопровождают, кто-то связанно сегодня именно работает в медицинской отрасли, потому что здесь нужно перечислять всех. Новогодние подарки были переданы медицинским работникам. Это внимание поможет славянским врачам и медицинским сёстрам выстоять в нынешний период и победить все невзгоды. Спасибо, что вы с нами, что вы нас поддерживаете. Мы стараемся и будем дальше стараться и прикладывать все усилия для того, чтобы чуму этого 20 века победить. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».